Кетчупы, соусы и майонезы – три желания. Готовим для родных. Кетчупы, соусы и майонезы – три желания. Здравствуйте, Екатерина. Рад видеть тебя. Ты сегодня у нас не с пустыми руками. Конечно, я все подготовила. Так, так, так. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. И решила тебе сделать небольшую задачку. Отлично. Отлично. Что это? А вот ты мне рассказываешь, что это у нас. Смотри, ну тут понятно, да, уже как бы задача облегчается. Отлично, отлично. Здесь уже я чувствую... Все почистила, хозяюшка. Посмотри, какая. Ага. Так, давай я тебе немножко помогу. Здесь я чувствую запах солнечной Италии. Конечно же, конечно же. Я чувствую солнце, солнце яркое, солнце Сицилии. Смотри, как красиво все упаковал. Здесь, кстати, мне кажется, моя фантазия просто сейчас наполняется бурными-бурными эмоциями, потому что я вижу здесь даже итальянский флаг, я вижу замечательные шпагетти. Абсолютно точно. Которые мы сегодня будем с тобой готовить. Ну, собственно говоря, я думаю, моя фантазия меня не подвела. Что можешь предложить? Предлагаю приготовить 2, 3, 5 блюд, но, наверное, будем готовить... 3, 5 ты хочешь? 3, 5, может быть, 7, ну, точнее, 2, наверное. Я не знаю, сколько у нас время располагает. Я бы приготовила одно замечательное, вкуснейшее итальянское, пропитанное, как ты сказал, солнцем этой страны блюдо и какой-нибудь десерт. Отлично, это уже 2, значит. Хорошо, предлагаю тогда начать. Думаю, что мы будем готовить тогда, это у нас сыр, маскарпоне сливочный, у нас есть яички. Тогда предлагаю приготовить тирамису. Так. И предлагаю приготовить просто спагетти в сливочном соусе с нашим копченым лососем. Что значит настоящий повар? Ему принесли продукты, и он сразу догадался, что нужно готовить. Ну, я немножко пофантазировал. Приступим? Да, давай мне задачу, пожалуйста. Я буду сегодня под твоим руководством. Для начала, для начала, наверное, мы включим с тобой сейчас нашу плиту, на которой закипает вода. В воду мы добавим немножечко соли. Можешь соль добавить. Я доверяю тебе добавить сейчас немножко соли туда. А вот соль я не принесла. Соль здесь у меня есть. Кое-какие ингредиенты я еще добавлю свои, поэтому немножко солим. Немножко, потому что обычно говорят, что когда пересолил, значит, влюбился. А как у вас с этим сейчас? Вы не пересолите? Я не пересолю. Я контролирую свои эмоции и руки, да? И количество соли. Пока у нас закипает вода, мы приступим к приготовлению. Наверное, сначала будем готовить пасту. Давай. Поэтому паста у нас есть такая замечательная, называется спагетти, от слова шпагат. Здесь они у нас еще... Ты, кстати, не знала. Да, 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 кстати. Я тоже, кстати, не знал. Только что я придумала. Нет, нет, нет. Эти спагетти очень полезны, очень красивы. Они с добавлением отрубей. Я так понял, что ты следишь за своей фигурой. Естественно. Ты отлично выглядишь. Спасибо большое. Как тебе это удается? Ты знаешь, я занялась действительно правильным питанием, занялась своим здоровьем, потому что в какой-то момент я просто полагалась на свою генетику, а теперь я решила, что я своей генетике буду помогать и перешла на правильное питание. Так, хорошо. Пока мы с тобой разговариваем про правильное питание, мы должны начинать с тобой готовить. Давай. Иначе передача закончится, мы ничего не приготовим и уйдем дальше по своим делам голодные немножечко. У меня есть здесь зеленый лук. Кстати, ты видишь, да, здесь зеленый, красный, немножечко белого везде. Это есть флаг Италии. А вот, где ты увидел флаг Италии. Отлично. Я еще увидел флаг Италии. Скажи мне, что с этим делать? Помидорки мы режем 4 штучки, 5 штучек пополам просто. Убираем вот это вот, то, что нам не нужно, не особо съедобное. Режем лучок дальше. Репчатый лук, как ты относишься к ним? Я замечательно отношусь. Да, тогда я его порежу. Единственное, что я не ем, это сельдерей и печень. Ты не ешь сельдерей и печень? Да. Очень я знаю, что полезные продукты, но, тем не менее, ничего особо поделать не могу. Окей, окей. А что же Екатерина Краснова готовит на праздники у себя дома? Когда какое-то особенное торжество? Я ждала этот вопрос, конечно же. Я тебе скажу так, что сейчас со мной живет мама, и мне очень повезло, потому что в основном готовит она, а я ей только помогаю. И на праздники у нас все время получается такой традиционный стол полон русских блюд. Полон русских блюд, ага. Это селедка под шубой, оливье, салат мимоза, что-то. Мама готовит потрясающие пельмени сама. И, ну, я, естественно, ей в этом помогаю, но, тем не менее, все ее руками. И это, получается, да, традиционный русский стол. Но, наверное, коронное блюдо у тебя все равно есть. Коронное блюдо у меня... Ты знаешь, вот, ну, учитывая, что я пришла со спагетти, наверное, все-таки, когда ты торопишься куда-то и понимаешь, что нужно поесть быстро, вкусно и полезно, то это, наверное, спагетти все-таки. С морепродуктами обычно, потому что они тоже готовятся очень быстро. Ну, у нас, кстати, тоже почти морепродукты, почти спагетти. А, кстати, изюминку и незабываемый вкус каждому блюду придаст продукция наших друзей, генерального спонсора Евразин Фуд Корпорейшн. Бренды «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». Вкус для каждого, польза для всех. Расскажи мне, Артем, что делать с этим? Берем... Кстати, я всегда использую масло «Шедевр» в своих блюдах. Потрясающее масло, мне тоже нравится. Помидорки порезали, можно пока в стороночку их отодвинуть. Я порезал чеснок, порезал лук, порезал самое главное в каждое блюдо добавлять немножечко любви, чтобы было вкусно. Сюда я наливаю в нашу сковородочку немножко масла «Шедевр». Добавляю чесночок туда, чтобы он у нас дал вкус, аромат. Ты можешь порезать лучок. Просто вот... Просто, знаешь как, не просто, а красиво, опять же, с любовью, со вкусом. Отлично. Это в стороночку пока отодвинем. Нужно его порезать перышками такими красивыми. Кстати, любое блюдо, как говорят китайцы, знаете, сначала мы едим глазами, потом пробуем аромат, а потом уже, собственно говоря, приступаем к основному. Смотри, лучок, чесночок я уже обжариваю. Сюда мы сейчас будем добавлять нашего лосося. Вот, честно говоря, я первый раз готовлю пасту именно с луком, потому что мне всегда казалось, что это... Обычно я готовлю баланес, то есть это фарш и, соответственно, помидоры. Хорошо. Мне тоже, кстати, нравится баланес. И сейчас для меня что-то новое. Мне тоже нравится баланес. Мне нравится... Ну, вообще, в принципе, я люблю, честно говоря, просто незамысловатую пасту али-олио. Куда добавлять только чеснок и только немножечко оливкового масла. Оливкового масла, да, прекрасно. Только хорошее оливковое масло. Теперь, смотри, у меня есть волшебная травка, волшебная трава. Что это? Я не могу понять. Я тоже, но я ее добавлю. На самом деле это тимьян. Тимьян, знаешь, ну, мне кажется, итальянцы к тимьяну относятся, как мы, наверное, относимся. Как говорим мы, кашу маслом не испорчив, так же тимьяном любую пасту тоже испортить очень сложно. Вот ты знаешь, я, кстати, сравнивала пасту в Италии и пасту, которую готовим мы. И я тебе вынуждена признать, что мы готовим вкуснее. Мы здесь или мы здесь в Казахстане? Мы здесь, мы здесь в Казахстане. Я думаю, мы здесь на магии кухни. Ну, а на магии кухни, соответственно. На магии кухни мы готовим, соответственно, вкуснее. Ну, да, я тоже так думаю. Так, смотри, здесь у меня я убрал в стороночку чешую вместе с кожурой. У меня есть чистое филе, я нарезаю немелко, не стесняясь, потому что я готовлю для тебя. Поэтому я нарезаю с такими крупными кусочками. Вкусно, чтобы все было. Режем вкусно. Ага, так. Самое главное, что в рыбе? Чтобы не было костей, правильно. Не успела ответить, но спасибо большое, что вы подгрузили. Пока мы с тобой разговариваем, жарим. Немножечко вот здесь у меня есть кусочек с косточками, я его убираю. Добавляю сюда. Кстати, смотри, лосось у нас. Расскажи мне, как определить то, что рыба свежая? Чем она должна, какой должен быть запах, цвет? Смотри, на данный момент, на данный момент рыба не свежая, а у нас рыба уже подкопченая, свежеподкопченая. Она у нас определяется, то есть по степени ее свежести несколько иначе, чем рыба, которую только что выловили или свежеморольная. Копченый лосось на самом деле просто должен быть не слизкий и должен быть без всякого запаха. В поисках лучших ингредиентов они могут объехать весь мир. Выбирая только самые свежие, вкусные и полезные продукты. Ведь готовят они для своих родных, а родных у них миллионы. Майонезы, соусы и кетчупы – три желания. Готовим для родных. Кать, ну как у тебя вообще настроение сейчас? Ой, у меня потрясающее настроение, благо что оно в большей степени у меня именно такое. Ага. А вообще зависит ли приготовление еды от твоего настроения? Ну, например, когда ты грустишь, ты готовишь салат. Когда тебе немножечко скучно, ты готовишь что-то сладенькое. И когда тебе весело, например, тебе хочется большой, огромный стей какой-нибудь. Абсолютно, 100% зависит. Потому что, мне кажется, мы вообще зависимы от настроения. И еда, в том числе, получается вкуснее, когда ты готовишь с хорошим настроением. Ты сам только что об этом сказал, что нужно готовить с любовью. Значит, когда у меня настроение хорошее, то я готовлю… Что мне делать, скажи? Нет, когда у тебя хорошее настроение, ты приходишь на магию кухни и готовишь тирамису. Абсолютно точно. Но меня сюда не пускают каждый раз. Поэтому, когда я дома в хорошем настроении, мне хочется приготовить что-то посложнее. Знаешь, тогда я могу потратить время, заморочиться, что-то там с чем-то смешивать, делать соусы и так далее. Конечно, когда настроения нет, то это действительно абсолютно верно попал в точку. Это какой-то салат такой на скорую руку. Максимум творожок заправленный курагой, изюмом и орехами. Ну, собственно, вот и все. Отлично. Теперь, кстати, у нас есть секретный ингредиент. Да, какой? Мы добавляем, у меня здесь уже есть, это шикарное вино с виноградных плантаций одной бабушки из Италии, который я привез специально для этого блюда. Добавляю сюда. Вот скажи мне, получается, когда мы добавляем вино, мне все время интересовался этот момент, почему мы не чувствуем его, просто пары алкоголя испаряются и остается что? Остается немножко кислинка, остается все-таки виноградный сок. Кстати, по поводу этого нашим уважаемым зрителям хочу сказать, используйте всегда только лучшее вино для приготовления вкусных блюд, особенно итальянской пасты. У нас вода уже почти закипела. Так, ну дай мне какую-то задачу, что-то... Задача тебе сейчас, наверное, начать готовить тирамису. Я думаю, что для этого нам понадобится взять яички, вот эти три штучки у меня уже нет, и я уже вижу приблизительно, какая порция хорошая получится у нас. Яички нужно отделить желток от белка. Как у тебя с этим? С отделением желтка от белка. Давай попробуем. Никак или нормально все-таки? Уже опыт был. Опыт был очень давно. Я тебе скажу, что десерты я готовлю в последнюю очередь и стараюсь вообще обходить стороной это. В общем, эти шедевральные блюда, поскольку они, естественно, не самым лучшим образом отражаются на фигуре. Ну, я думаю, что у нас сегодня получится. Так, стоп, тебе нужно две чашечки. В первую ты убираешь желток, во вторую ты убираешь белок. Для чего это нам нужно? Для того, чтобы взбить отдельно белок, который будет такой плотной, очень пеной должен получиться, мы его вводить будем в самую последнюю очередь, чтобы тирамису у нас не упал. Кстати, еще. В принципе, можно в тирамису добавлять желатин, но мне не очень это нравится. Мы будем делать такой классический вариант, классический вариант вкусного тирамису, правильного тирамису, на мой взгляд. И, ну, конечно, нам не хватает песен сегодня Адриана Челентана или Тоту Кутуню. У нас уже, в принципе, лосось готов. Сюда, обрати внимание, я ничего не подсаливаю, потому что лосось у нас уже подкопченный. Соответственно, он должен на 100% быть вкусный. На 100%. Здесь у меня есть немножечко сливок. Это фермерские сливки с Италии, натуральные. Мы пользуемся только натуральным, потому что мы сами с тобой это будем есть. Слушай, скажи мне вот такой момент. А сколько нужно учиться на повара? Да всю жизнь, наверное. Всю жизнь, да? Я сам учусь. Я не профессионал, я любитель. Вот так ты себя характеризируешь. Я учусь быть профессиональным поваром. А вот мне интересно, повара они дома тоже готовят? Или вот, как знаешь, сапожник без сапог, что? Да, наверное, как сапожник без сапог. Иногда он все-таки себе сапоги подбивает, подклеивает. Также иногда готовит. Все-таки иногда я готовлю. Да, потому что это же, получается, ты на работе работаешь, приходишь домой и опять работаешь. Так знаешь, у меня получается, когда я прихожу домой, и со мной кто-то хочет поговорить, а я ведь телеведущая по профессии, и когда мама хочет поговорить, я говорю, мам, я так устала, мне так хочется помолчать, потому что я целый день говорю, а получается, я целый день работаю и прихожу домой, и я снова как будто на работе. Я всегда в таких случаях говорю, я не ветеринар, вернее, как ветеринар я свою работу домой не приношу. Поэтому я стараюсь дома готовить по праздникам, стараюсь готовить по каким-то торжественным мероприятиям, но все-таки периодически я готовлю. Так же, как ты периодически с мамой разговариваешь. Ну, периодически разговариваю. Очень редко, но говорю с мамой. Слушай, ну, мы все-таки, ты уже сказала, что ты очень занятой человек, ты иногда бываешь даже готовишь творожок, там что-то, Ну, а какие блюда ты предпочитаешь в маленький промежуток свободного времени между своей работой? Ты знаешь, я на самом деле практически всеядный человек, и периодически хочется чего-нибудь такого эдакого. Я очень люблю морепродукты в любом их проявлении. Будь то рыба, креветки, в общем, все, что связано с морем, это все про меня. Еще одно из моих любимых блюд, к сожалению, которое в Алма-Ате я практически не могу нигде найти, есть только одно место, это из карго. Под соусом песто это улитки, большие виноградные, с хлебушком, очень вкусно, очень калорийно, поэтому стараюсь не баловать себя такими вещами. Да, мне тоже нравится, это, кстати, из серии французской кухни. О, да. Да, мне тоже они очень нравятся. Слушай, ну, все-таки я думаю, что наши зрители, они, глядя на тебя, задались одним таким вопросом. А есть ли Екатерина Краснова после шести? Это вообще проблема. На самом деле, я стараюсь отучить себя есть после шести, но пока не могу справиться с этим моментом, поэтому у меня есть своя схема. После шести я пью однопроцентный кефир и периодически ем инжир. Инжир? Да, буквально пару инжир с кефиром, очень вкусно, быстро утоляет голод, и, соответственно, ты ложишься спать не с полным желудком, но, тем не менее, без ощущения голода. Ну, то есть, хороший совет, только что прозвучал. Да. Ну, все-таки, а после семи тогда что ты ешь, если после шести ты ешь инжир с кефиром? Так вот, это и есть, понимаешь, все уже после шести уже, да, уже там и после семи, и после восьми, и на ночь в том числе, да. Отлично, отлично. Слушай, ну, в итоге, возвращаясь к принципам здорового питания, ты знаешь, да, итальянцы употребляют большое количество, в принципе, мучных изделий. Где-то я прочитал, что один итальянец в год съедает около 18 килограмм мучных изделий. Вот где у них, понимаешь, вот эта кнопочка метаболизма, которая включается? Вот она, кнопочка метаболизма, это мука твердых сортов, очень полезная паста. И самое главное, когда ее варишь, немножко нужно, чтобы она была аль денте. Здесь наша паста варится порядком семи минут, не больше. Ну, и плюс еще из них две минутки мы будем варить. Так, а я пропустила, что ты туда добавил, что он стал такой красивый и вкусно выглядящий. Только любой, больше ничего. Все понятно. Ничего ты не пропустил. Здесь есть тимьян, здесь у нас есть чеснок, лучок. Сейчас мы, ты выкладываешь половину того лука, который у тебя есть нарезанный, это очень много. Выкладываешь, да, клади. Достаточно, да? Да. Добавляем сюда помидорки черри, которые ты нарезала. Так. Да, теперь возьми, пожалуйста, там ложечку, перемешай, попробуй, нужно ли добавить сюда соль. Можешь взять вот здесь есть такие. Удобнее будет тебе попробовать. Держи. Добавляем ли мы туда соль, перец? Если да, то обязательно добавим, если нет, в принципе, я думаю, что, почему нет, потому что лосось, он соленый, в принципе, мы должны были получить уже достаточно неплохой вкус. Уже много нам сказано о соли, а то о ненужном ее количестве, поэтому никому она еще большой пользы не принесла, я так понимаю. Да. Лучше нет. Потрясающе. По соли все отлично. Это итальянская бомба получилась. Можно я вот прям так начну есть? Пока нет, пока нет, потому что спагетти тоже, кстати, должны, ты попробовала, соус, спагетти тоже должны немножко попробовать соус. А как нам определить, готовы ли спагетти? Ты засекала по времени? Нет, у меня не часов, я счастливые часов не наблюдаю. Я надеялся на то, что ты засечешь, сколько у нас будет времени, я не стесняюсь того, что беру руками, можешь попробовать? Так. Не стесняюсь, да, прямо, потому что я повару, повару всегда чистые руки. Без разницы, что он трогает. Вот сейчас именно там нужно кончиться. И сейчас именно то, что нужно. Здравствуйте, меня зовут Заурей Нагим. Я обучаю людей правильно питаться. Пагетти, пироги, печенье. Только вкуснейшие блюда на основе муки. И одновременно все говорят о том, что эти мучные блюда могут принести вред нашему организму. Как сделать так, чтобы не исключать из своего рациона любимые блюда и не нанести вред своему здоровью? Все дело в выборе муки. У всех у нас сложился стереотип, что чем белее и пышнее мука, тем лучше. На самом деле, все наоборот. Чем очищеннее мука, тем мягче сорт пшеницы, из которой она сделана. Тем меньше полезных в ней веществ и тем больше крахмала. А чем больше крахмала, тем дальше вправо уходит стрелка на весах. Поэтому совет номер один. Не гонитесь за мукой высшего сорта и пышной сдобой. Совет номер два. Выбирайте для приготовления домашнего теста муку второго сорта. Она менее рафинирована. И, соответственно, в ней меньше крахмала и больше полезных веществ. И совет номер три. При выборе готовых мучных изделий, таких как, например, фагетти, делайте предпочтение к тем продуктам, которые изготовлены из твердых сортов пшеницы. Получайте от здорового питания, помимо пользы для организма, еще и удовольствие. Ну, в принципе, смотри, наша паста сварилась, ты уже сказал, что она аль денте. Я беру ее, добавляю в наш соус. Немножечко добавим, смотри. Я уже готова есть со сковородки уже. Мы будем есть с тобой со сковородки. Отлично. На самом деле. Я добавил сюда не всю пасту, потому что у нас немножко сливки выпарились. Сливки у нас выпарились. Нужно добавить немножечко воды сюда, для того, чтобы баланс жидкий, густой был у нас соус. Не сильно жидкий, не сильно густой. Теперь есть такое волшебное движение, которое все повара из обычных макарон делают пасту. Ой, я так всегда хочу это движение попробовать. Вот таким образом делается, что-то произошло не то, но обычно у итальянцев тоже такое бывает. Замешиваем вот таким образом, для того, чтобы у тебя паста пропиталась, для того, чтобы у тебя, если есть какая-то лишняя влага, она с жиром превратилась в эмульчу, превратилась в соус и было просто белиссимо. Добавив сюда немножко воды, мы получим правильную консистенцию. Наша паста варилась 7 минут и минутки полторы, ну максимум 2, она должна быть в соусе, чтобы этот соус впитался в пасту. Смотри, в целом, получается, у нас блюдо заняло где-то 10 минут. 10 минут, да. 10 минут и больше. Потрясающе, потрясающе. Спагетти с копченым лососем. Лук, чеснок измельчить, обжарить на растительном масле, добавить тимьян. Филе лосося нарезать на кусочки, добавить к луку. В сковородку влить белое вино и сливки. Черри порезать пополам, зеленый лук покрошить. Отправить к остальным ингредиентам. Перемешать. Отварить спагетти в течение 7 минут. Лапшу добавить в соус и томить минуты 2. Если соус получился достаточно густым, добавьте воды. Приятного аппетита! Приступаем к тирамису. Ну, пока мы готовим тирамису, мне бы хотелось узнать твои вообще творческие планы. Расскажи, над какими проектами ты трудишься. Ты знаешь, мы сняли не так давно, в начале года, новый фильм. Если ты знаешь, я помимо телеведущей еще и кинопродюсер. Но он будет в прокате. В прокат он выйдет в конце года. Это будет предновогодняя комедия. Мы решили поэкспериментировать с этим. Собственно, из планов пока все-таки продолжать свой кинематограф. И телевидение. Никуда я не хочу отсюда уходить. Очень комфортно мне здесь. И, собственно, я очень много учусь, очень много изучаю психологию. Очень много что-то там сейчас пошла на разные тренинги. Все это мне интересно. Ну, соответственно, вот пока только так. Ну, слушай, ну, творческого тебе, карьерно-творческого роста тебе. Спасибо большое. Чтобы все твои проекты получились на 100% вкусными, на 100% такие. Есть у меня еще, знаешь, пару задумок на лето. Но пока о них я не буду рассказывать, потому что как только расскажешь, вот ты замечал такое свойство. Расскажешь, все, ничего не получилось. Ну, я слышал такое, что счастье требует тишины. Вот, поэтому молчу. Да, да, да. Вот у нас есть здесь печеньки, которые называются савоярди. Савоярди, пока я тебе хочу попросить, чтобы ты взяла венчик и начала взбивать белок. Нам нужно, чтобы белок у нас получился такой однообразный, превратился в однообразную массу такую, не в однообразную, а в однородную массу. Все хорошо. Печеньки, кстати, можешь пока попробовать, если хочешь. Печеньку? Да, можешь попробовать печеньки. Ой, конечно, с удовольствием. Это савоярди. Я печеньки стараюсь, конечно, тоже не есть, но сегодня можно все. Сегодня у нас там и паста, и печеньки. Сегодня еще до шести, кстати. пока инжир не доставай ну взбиваем 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 это очень долгий процесс как раз мне немножко проще у меня есть блендер здесь я перебиваю желток отдельно от белка вместе с сахаром у меня будет такая однородная масса почему почему нужно отдельно это понимаем и потом же это слышать а потом будем смешивать но белок будем сбивать туда вмешивать очень аккуратно он должен дать нам от эту массу плотность здесь и желток просто сахаром перебивается чтобы было вкусно и отдельно будем замешивать с маскарпоне сайт смотри мы делали жизнь не готовила термису понимаешь кстати вот и печеньки используется специально только для этого но иногда у нас на телевидении можно и даже с чаем удовольствием кать ну расскажи слушай каких-нибудь забавных случаях может быть их каких-то казусах которые происходили у тебя в момент приготовления какой нибудь вкусной диетической еды вкусной диетической еды ты знаешь таких вот вот прям чтобы казусов естественно мне не было то есть но я помню один очень забавный момент когда меня попросили приготовить как же это называется как как называю кабана вот кабана приготовить понимаешь с охоты принесли мне кабана и попросили кать приготовь а я значит интернет под рукой не было и я очень долго думал что из кабана можно сделать он еще и жесткий понимаешь он еще и имеет определенные не самый приятный запах в общем готовила я этого кабана тушила 6 часов сама попробовать не решилась но люди отозвались что было вкусно это вот был мой такой первый опыт приготовление дичи а ты бы кабана прям целого вывести не принесли его не целого ему принесли раздел но однажды мне приносили целого зайца вот так в пакете из которого капала и говорят разделай игру я конечно все понимаю но зайцев я разделась как-то видимо удался и шляпы не целый за и целый должна но насчет кабана я будущее когда рука екатерина на плечо ложит огромную тушу 200 килограммового кабана несет его домой и готовить как а вот вкусное блюдо да на самом деле я не я не знала что приготовиться с кабана поэтому это было просто тушеное мясо с луком вот уже на 6 часов поэтому он стал мягкий и как мне рассказали вкусно но пробовать такие вещи я вообще знаешь очень не люблю пробовать различные дичи что-то такое экстраординарное змею попробовать например никогда не решусь но от самая что что же ты ела самое необычное тогда самая необычная но ты знаешь наверное я не знаю лягушки считается необычные необычные но для нас да да я думаю лягушки считаются реально необычным блюдом то есть я вообще очень традиционной в кухне человек и вот прям ну совсем уж кушать несмотря на то что я люблю улиток вот это наверное мой потолок ну а хорошо скажи тогда какое-нибудь блюдо которое ты бы ела каждый день несмотря на погоду настроение не знаю кроме тирамису конечно но кроме тирамису это конечно сложно я бы ела наверное каждый день вот креветки вот прямо с утра до вечера могу есть и они мне совершенно не надоедает как но в принципе эти сутки да уже шли третий сутки когда екатерина краснова взбивала белок для нашего тирамису мы уже все немножко под устали а екатерина в хорошем настроении с веселым азартом продолжает этим заниматься а что 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 мне ты выкладывай сюда сейчас полностью вот всю эту массу которая получилась и печеньки будут сверху да печеньки будет не сверху мы сейчас эту массу должны соединить с белком печеньки потом будем промахивать у меня есть красиво такая формочка которому будем выкладывать печенье сейчас я просто выкладываю сейчас ты полностью выкладываешь туда все что все что получилось у меня потом добавляем все то что получилось у тебя отлично а точнее я перемешал желток с сахаром и сыром маскарпоне посмотрите белом мы взбили потихонечку по одной ложечке добавляем перемешиваем аккуратно чтобы белок у нас не сел не осел перемешиваем добавляем еще белочек здесь у меня есть кофе здесь у меня есть печеньки которые называются савоярди печеньки которые используются но практически практически только для этого десерта я буду ломать пополам немножко промакивать в наше кофе и выкладывать вниз на самый на самое дно так сказать теперь выкладываем часть вот этой массы сверху тирамису должно простоять порядком восьми часов в вашем холодильнике через восемь часов катерина попробует его и поделится своим впечатлением с вами ну конечно же если быть честным мы же не обманываем никого то я его съем сразу как только закончится программа так выкладываем можно еще чуть-чуть прям полностью закрываем все то что сейчас масса у нас немножко жидковатая в холодильник стоп 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 теперь продолжение немножечко катя задумалась теперь я выкладываю остальные печеньки наши которые у нас получились очень такой знаете кофе даст интересный привкус послевкусе на самом деле я думаю что вот послевкусие самое главное то что должно быть когда вот послевкусие после какой-то еды остается не во время этого после вкуса важно и после общения с людьми знаешь это точно но у меня достаточно хорошие хорошие послевкусие после нашей сегодняшней передачи абсолютно взаимно последний слой так сказать вот в принципе тирамису у нас готов ставим его в холодильник на 8 часов минимум 8 часов для того чтобы наш савоярди пропитались для того чтобы они были вкусны и для того чтобы наша масса схватилась и блюдо готово опять он за свое вот соберу урожай будет зима сытая что упахался мечтать заживем мы с тобой маня вот лучше поешь по-настоящему и заработать натуральное сливочное масло из сливочек ядреных приготовленные такое ароматные вкусные масло золотые горы настоящее как обещали ну собственно говоря аплодисменты вам давайте нам фанфары готова ну собственно говоря мы с вами тоже готовы мы-то готовы чтобы надо выложить нам пасту понадобится вилочка и ложечка собственно говоря пасту едят вилочкой ложечкой но но мы на кухне вы выкладываем это той же вилкой и ложечкой только немножко других размеров до большом кораблю большое плавание поэтому я беру вилочку беру ложечку беру накручиваю спагетти из нашей сковородочки вот все таки приготовление еды это искусство согласен вас приходишь к повару и понимаешь то что ты все время до этого делал что-то неправильно все время делал что-то неправильно не приходила его просто ты самое главное самое главное чтобы смотри у тебя в тарелочке как в как у гостя в моем ресторане был соус была паста хорошей правильной проварки так были все ингредиенты которые мы добавляли то есть здесь у нас лосось здесь у нас помидорки че и это все должно быть это все должно быть красиво лежать здесь если бы можно было передать этот запах и соус и помидорки я тебе вот даже еще одну помидорку то есть ты мне побольше даришь а я не человек поправляйся говори я не решил положить чуть чуть больше помидорок не спасибо тебе положу чуть больше лосося вот поэтому конечно мне же побольше лапшички да ну и собственно говоря бон аппетит пробуем сила большом боже мой как это вкусно боже мой как это пахнет помидоры черри вообще отлично получились с ними мы точно не напридумывали да кстати еще помидорки черри реально помидорки черри и лук зеленые лучше ложить самый последний момент чтобы они не превратились кашу не разварились а были правильной формы правильного вкуса и собственно говоря всего остального как это вкусно лосось тоже мне очень нравится обалденно честно говоря очень такой калорийный обед у нас с вами ну так сказать мы пообедали перекусили теперь можем и поесть теперь я твоему вниманию на твой суд приготовили мы вернее с тобой приготовили такое интересное блюдо вернее его неинтересно и она уже достаточно распространено вот здесь у нас мы его будем кушать прям из общей хорошая порция на 1 на одну девушку конечно до 6 часов поэтому ну пробуем восьмичасовой тирамису который уже настоялся очень вкусно получилось твои замечания наверно ложечку это можно если бы мы когда замесили в крем тогда у нас было шоколадное тирамису сумасшедше вкусно тирамису отделить белки от желтков желтки взбить с сахаром добавить маскарпоне белок взбить венчиком затем в массу желтком аккуратно влить белок перемешивая печенье савоярди промокнуть в кофе затем выложить на дно десертной посуды смесью желтков и белка залить печенье следующим слоем также выложить савоярди и снова залить сверху кремом десерт посыпать какао и оставить в холодильнике на 8 часов тирамису готов екатерина спасибо что уделила свое время пришла сегодня сюда ко мне и сюда сегодня нам пришла надеюсь что я и наше шоу сегодня вдохновили тебя на создание новых рецептов может быть ты открыла для себя какие-то секреты которые теперь будешь использовать на своей кухне да или нет абсолютно сто процентов открыла потому что вот все время до этого я поняла что я сделал все неправильно как начинка иногда инстаграм листаешь и там говорят ты все время делал до этого неправильно теперь я поняла что я готовила неправильно буду готовить правильно ну а у нас на магии кухни есть очень хорошая хорошая традиция не отпускать ты пришла к нам с полными руками и уходишь с полными руками потрясающая традиция евразия food corporation торжественно через меня хочет вручить тебе такую замечательную картину здесь находятся все продукты предоставлены компанией евразия food corporation и я думаю что они понадобятся тебе когда ты будешь творить свои новые шедевры спасибо большое дорогие друзья наслаждайтесь приготовлением разнообразной вкусной еды помните что секрет вкусных блюд прост это бодрый настрой и конечно же наше шоу магия кухни не пропускайте нас по будням в 12 30 на телеканале мир с вами был я артем евдокимов и моя супер красивая ведущая екатерина краснова спасибо большое до скорой встречи до свидания кетчуп 3 желания сделан самой природой кетчуп 3 желания